Клубы любителей изобразительного искусства существуют практически при всех федеральных музеях. В Сочинском художественном музее эту идею вынашивали давно. Пришло время ее осуществлять, говорит директор. Набирать учеников заранее здесь не стали, решили сначала подготовить для них условия. И вот сегодня в Сочинской галерее готово все – и обстановка, и атмосфера. Музейное образование одновременно смогут получать всего семь человек. Групп будет три. Готовить преподаватели планируют не просто любители искусства, но и, возможно, будущих музейных сотрудников. Но главное, отмечают живописцы, приучить детей к изобразительному искусству. И как бы громко это ни звучало, воспитать в них чувство прекрасного. Самое главное в раннем возрасте – заложить любовь. Вот это наша главная задача – любовь и доброта. Мы хотим успеть подготовить людей, которые бы любили искусство, потому как есть такая поговорка – цветы держащие дурного никогда не совершит. У них будет возможность общаться со всеми нашими фондами, держать в руках, прикасаться к шедеврам мировой живописи. Это будут дети музея. Преподавать в клубе будут рисунок, живопись, композицию и историю искусств. Последнюю дисциплину будет вести известная сочинская художница-искусствовед Ольга Хрисанова. Я с радостью жду этого момента, потому что мне нравится преподавательская деятельность, и тем более в наших стенах родного музея. Конечно, хотим привить любовь к искусству, привить привычку посещения в музеях, доказать всем возрастным категориям, что у нас может быть интересно, что здесь очень приятно проводить время, и вообще привить действительно любовь к искусству в целом. Прикасаться к вечному ученики клуба будут на каждом занятии. И натюрморты обещают в музее. Ребята будут писать с кувшинов, с полувековой историей. Традицией здесь станут и мастер-классы от известных художников. Такое музейное образование рассчитывают педагоги. Для учеников клуба юных любителей изобразительного искусства станет первым шагом в мир живописи. А вот кому посчастливится сесть за этим Альберты, станет известно 15 сентября. В музее пройдет специальное собеседование. При себе иметь огромное желание. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.